Можно ли говорить о преступлении? Угрозы и преследования должны заслуживать внимания полиции? Переписку Ксении Камаловой изучил вице-президент адвокатской палаты Ленобласти Денис Локционов. Конечно, идет речь о серьезном случае, серьезной проблеме, когда правоохранительные органы не могут оставаться в стороне. На мой взгляд, самым главным и важным условием, которое правоохранительные органы почему-то здесь не видят, это наличие реальной угрозы для потерпевшей, пострадавшей женщины, которая уже неоднократно подвергается насилию. Значит, был случай, когда он пытался ее душить. Это как раз способ убийства. Это говорит о том, что если он угрожает ей убийством, то это реальная угроза, и что он может сделать, что он, так сказать, вынашивает в своей голове, например, ее задушить. Вот если это следует за такими действиями, на мой взгляд, это безусловный повод для возбуждения уголовного дела. Значит, реакция на отказ полиции в реагировании правильным, возбуждении уголовного дела, безусловное обжалование прокурора. Речь идет о матери двоих малолетних детей. Ясно, что случай, ну, выпиющий, что нужно и детей, и детям помогать, но и женщину спасать. Поэтому я думаю, что здесь должно быть отменено это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И должен быть дан ход. Самое главное – зафиксировать эту угрозу. Если есть возможность включить диктофон, включить видеозапись, это сразу становится уликой и доказательством номер один. Все остальное уже не требуется. Потому что, как правило, тактика такая. Женщина приходит и говорит в слезах, вот, он меня угрожал, я боюсь, он меня стукнул. А кто это видел, спрашивает полиция. А, к сожалению, никто не видел. Обязательная фиксация телесных повреждений. Любой синяк, любая царапина – это повод для того, чтобы доказать, что было насилие. Поэтому обязательно нужно не полениться и пойти в травматологический пункт по месту жительства. И обязательно объяснить, откуда механизм получения этой травмы. Если дежурный травматолог зафиксирует, что это в результате удара кулаком человека, который применил насилие, муж, там, не знаю, сожитель, кто угодно, это станет поводом для реагирования в полицию. Телефонограмма будет направлена в территориальный отдел полиции. Это будет все зафиксировано у дежурного и станет поводом для разбирательства. Суд, рассмотрев ходатайство правоохранительных органов, следственных органов, может применить такую меру пресчения, как запрет определенных действий. Приближаться к этому дому, к этой квартире, к этому человеку ближе, чем, не знаю, на 100 метров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!